Здравствуйте, уважаемые коллеги! В прошлом году решением правительства в августе, в июле прошлого года создана соответствующая программа цифровая экономика, внутри которой определены 5 направлений, они представлены на слайде, одним из которых является направление информационная безопасность. В 2017 году определены основные показатели программы, некоторые из них представлены на слайде, а также определены Центр компетенции информационной безопасности, руководителем которой является Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанк, и определена рабочая группа по информационной безопасности, руководит которой Наталья Касперская. Прошел год, я хотел бы немножко рассказать, как мы двигались, где мы сейчас находимся, и какие ожидания есть от реализации этой программы. Итак, мы, став Центром Компетенции, пригласили весь рынок, всех, кого знаем, сейчас двери по-прежнему открыты, если кто-то имеет желание поучаствовать на экспертном уровне, добро пожаловать, обращайтесь. Мы собрали всех экспертов, около 300 специалистов из разных областей, это и коммерческие компании, научные центры, и силовые структуры, ну и различные общественные организации. Программой определено 16 направлений, мы их немножко сузили, сгруппировав соответствующие группы, показанные на слайде, и провели такое ширкомасштабное обсуждение тех проблем, которые, ну, собственно, волновали экспертное сообщество. Результаты диагностики мы сформировали, выявили 9 основных проблем, они сгруппированы в 3 группы. Ну, в общем-то, они достаточно очевидны, тем не менее, еще раз экспертное сообщество подчеркнуло, что у нас достаточно есть проблемы серьезные в образовании, нам не хватает кадров, у нас есть в целом проблемы с культурой кибербезопасности. Ну, про кибербезопасность чуть позже скажу, несмотря на то, что термин у нас официальная информационная безопасность, мы активно говорим про кибербезопасность. Есть вопросы в области технологий и правового применения технологий, и, конечно, один из ключевых вопросов – это координация, объединение информации, которую, ну, год назад мы активно обсуждали. И очень приятно сегодня было видеть, что вот ролик, которым открылся этот форум, можно сказать, что мы этот вопрос уже почти вместе с вами решили, потому что еще раз подтвердили, что эта проблема крайне актуальна, и самое главное – понятно, как ее решать. Что мы имеем на сегодня? На самом деле, несмотря на то, что прошло огромное количество совещаний, средств обсуждений на различных уровнях, по состоянию на конец года, самая большая проблема – это финансирование. Сегодня ноль рублей доведено до исполнителей. Собственно, мы имеем задержку в выполнении программы практически ровно на один год. Тем не менее, положительные стороны нашего движения. В этом году направление информационная безопасность в рамках программы цифровой экономики в соответствии с так называемыми майскими указами президента была переделана в федеральный проект. И в рамках трансформации проекта произошло очень две важных вещи. Первое. Произошло укропнение мероприятий. Сегодня их не 390, как было, а 140. И в августе и в сентябре этого года шла большая работа по дополнению программы наиболее, скажем так, потребными задачами, которые оценило экспертное сообщество в течение года. Вот эти новые задачи, которые не вошли в начальный план, показаны на слайде. И я хотел бы обратить внимание, что в начальном своем состоянии, когда экспертное сообщество приступило к наполнению мероприятиями некоторых исходных данных, выданных правительством, мы имели, по сути, только план по вехам, который нужно было наполнить конкретными мероприятиями. В августе этого года, в исполнении майских указов, была предоставлена возможность кардинально пересмотреть план. Прошло ряд совещаний с участиями федеральных органов исполнительной власти по, собственно, пересмотру этого плана. И вот помимо того, что мероприятия были укрупнены значительно, часть мероприятий, которые экспертное сообщество решило неактуальными год спустя, они были исключены из плана, но появились достаточно интересные задачи, которые приведены на слайде. На мой взгляд, наиболее интересная и соответствующая нашей теме задача подсвечена здесь под номер два. Это задача по развитию корпоративных центров Госсопки. Суть этой задачи в том, что мы в диалоге с ФСБ, с Госсопкой, нашли ответ на вопрос, а как же Госсопка будет отвечать малый бизнес и в бизнес в целом. Потому что изначально наши, скажем так, дискуссии, диалоги шли в области того, что Госсопка все-таки это больше для защиты государственных задач, а не бизнеса, тем более мелкого. Ответ очень простой. Госсопка теперь берет на себя обязательства по развитию корпоративных центров Госсопки, которые будут защищать малый бизнес. В общем-то, идея лежала на поверхности, но тем не менее, мы нашли понимание механизмов, как это будет сделано. Ну и ожидаем, что в ближайшее время такие центры, уже будучи частью Госсопки, будут предоставлять услуги различным организациям бизнеса на различных условиях. Кто-то будет на этом зарабатывать деньги, кто-то бесплатно, кто-то будет представлять продукты, кто-то будет одни продукты на коммерческих условиях предоставлять, какие-то в интересах реализации функционала Госсопки бесплатно. Это как раз будет отдано рынку. Ну и еще одно мероприятие отвечу, подсвечу, но может быть даже парочку. Неоднократно мы в взаимодействии с правоохранительными органами отмечали, что на сегодняшний день от киберпреступлений, от кибермошенникам, гражданам некуда обратиться. Процедура стандартная, это заявление в полицию, но мы знаем, что сама процедура достаточно медленная, и, конечно, цифровых преступников поймать очень сложно. Поэтому было предложено создать такую платформу на ресурсах МВД, где любой гражданин может подать заявление в электронном виде, указав все необходимые реквизиты, скажем так, цифрового мошенничества, условия, при которых оно и произошло, что позволит создать некую базу признаков телефонных номеров, IP-адресов и других атрибутов, которые позволят иметь аналитику нашим правоохранительным органам. Это никоим образом не отменяет все, что было сказано Арчем Михайловичем и другим инициативам, которые идет в государстве. Это один из инструментов, который, мы считаем, должен помочь. Одна из задач, которую мы видим, достаточно должна помочь в плане обучения, это образование, мы ее называем киберакадемия, и облачный полигон тестирования. Анализ подобных решений в мире показывает, что они достаточно эффективны, но их очень сложно создавать. Почему? Потому что это требует определенных ресурсов на начальном этапе, и с одной стороны. С другой стороны, это требует вовлечения большого количества экспертов для построения подобных вопросов, подобных систем. Да, у нас в России тоже есть компании, которые предоставляют услуги по обучению, они развертывают по заказу различные инфраструктуры облачные и проводят тестирование. Вместе с тем, мы видим, что в мире, в передовых странах, где с кибербезопасностью, может быть, дела стоят в некоторых вопросах чуть получше, такие центры пользуются большой популярностью, и обучение наших экспертов, коллег, сотрудников Сбербанка, в таких центрах показало очень большой эффект. И мы ожидаем, что скоро появятся такие ресурсы в России, что позволит удаленно, не выезжая на место, пройти обучение в области проактивного реагирования, изучению передовых методик управления современными средствами защиты, построению эффективных процессов Security Operation центра. Коллеги, на этом у меня все.